Он из Сербии, но дома не был уже давно. Деян Берич по паспорту, позывной Деки. Ещё несколько лет назад у него был свой бизнес. Сейчас ему 40, и последний год он провёл на войне. Всё началось с поездки в Сочи. Там он строил объекты для зимней Олимпиады, а в начале 2014-го попал в Севастополь. Стал первым сербским добровольцем в тогда ещё украинском Крыму. Наше задачу было установить группировки, диверзаната, которыми было нужно приехать в Севастополь как бы урушили референдум. Тогда пришли сюда, были там, ну, мой район был Черноречка и твой каньон там вообще. 15. марта обнаружили одну группу от 11 таких, не знаю как их правильно ни назвать, но плохих людей, которые хотели сделать что-то тут. Ну, значит, сделали что-то правильно, помогли. Затем Деки уехал на Украину, находился между Славянском и Краматорском, принимал участие в боях и неоднократно видел вещи, от которых застывает в жилах кровь. Ну, в главном в один доме попала одна граната, прямо кроз кришу и в дом. Ну, это было очень близко, ми смо через деревню гуляли там и начали артобстрели. Ну, просто легли на улицу и ждали да закончили. Ну, там начали кричать в дом, зашли в дом нас, нас три было там. И в дом у ребенка, ну, примерно два года, дрвал ему одну и другую руку. И мы его забрали, но не можем помочь ни чему. Ну, мы попробовали, но все. Он буквально умрел на руками. Таких ситуаций он помнит множество. Артобстрелы и взрывы запечатлены в его смартфоне. Здесь он в укрытии с друзьями, а снаружи идет война. Напоминание о ней не только в памяти телефона, но и на теле. Его трижды ранили. Последний раз в феврале из больницы сбежал. Сейчас восстанавливают силы в Севастополе, потому что домой ему больше нельзя. Сербских добровольцев, которые воюют на стороне Новороссии, на родине ждут спецслужбы. А он не просто боец, уверяет, за год успел изрядно насолить украинской армии. В ответ на заявление западной прессы о том, что на Донбассе находятся русские войска, делает свое. Тогда русской армии там нет. Русской армии нет, но есть русского народа. Это бы закончилось очень быстро. Русская армия – это сила. Но с начала войны, как сказать, правильно. Но там просто жители, мирные жители. Даян Берич уверен, что сделал правильный выбор, взяв в руки оружие. Рассказывает, на Донбассе не только воевал и защищал. Помогал собирать гуманитарную помощь. Получил медали и награды. И ни разу не сомневался. В выбор был, если работа, если война. Но на работе можно заработать только деньги. На войне, если помогаешь кому, это очень сильно. Люди плачут, целуют. Но они очень рады, когда прийдем. Там ни одни деньги не могу поменять. Тогда между работой и войной выбор, это тяжелый выбор, но правильный, исправный выбор. В Севастополе он пробудет месяц. Дольше не позволяет миграционное законодательство. И сейчас его мечта – стать гражданином Российской Федерации.